Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение Ром-2 Тотлор. В предыдущей серии мы наконец-то напали на Спарту, захватили у них несколько приграничных городов. Практически без боя их взяли, там были слабые гарнизоны, нашим армиям они сопротивление оказать не смогли. Но проблема возникает в следующем. Разорвали с нами договор не нападения Афины, разорвали договор торговли. И сейчас есть большая вероятность, что они на нас нападут. К тому же Роксолана гадят около Пантикопея, у нас очень мало денег в казне. Доход тоже крайне слабый, городачи пока не прокаченные, но захвачены. И в общем ситуация довольно-таки напряженная, не хватало нам только сейчас войны с Афинами, это будет полный капец. Что ж, в этой серии нам необходимо разобраться будет вот с этой армией Роксоланов. Скорее всего будет морское сражение. Ну и может быть даже возьмем у них один из городов, а может быть брать не будем, вернемся на нашу территорию. Пока что не до войны с ними. Я тут решил, подумал, из-за чего у нас так сильно испортились отношения с Афинами. Ведь у них в союзе Египет, а он с нами воюет. И давайте попробуем заключить с ними мир. Возможно это тогда отсрочит желание Афин на нас напасть. Но смотрите, отрицательным фактором. Война с Египтом. Разорванные договоры с Египтом. То есть это дает уже больше 50-52, считайте, пункта отрицательных отношений. Если с Египтом сейчас заключим мир, может быть торговые даже соглашения. Но у них, кстати, силы-то довольно-таки приличные. Я говорил, что Египет слабаки, ничего подобного. У них не так много земель. Но при этом, посмотрите, расстановка сил со Спарты и с Египтом практически одинаковая. То есть армии-то у них есть. У них мало территории, но при этом довольно солидные войска. Давайте заключим с ними мир. Если примут. Вот видите, высокий шанс успеха. Торговые соглашения они не хотят с нами заключать. Но давайте сначала заключим тогда мир. И, может быть, попытаемся с них содрать за это деньги. Казна очень сильная. Да, они там неплохо разжились на своих небольших землях. Давайте 6 тысяч. Шанс умеренный. И они принимают предложение. Отлично. То есть мы разжились и деньгами, плюс обеспечили мирные соглашения с Египтом. Прекрасно. Теперь торговлю они захотят с нами заключать. Нет, шанс все равно низкий. Плохо. Договор не нападение. Шанс также низкий. То есть... Не все так хорошо, как хотелось бы. Но, по крайней мере, мы заключили с ними все-таки мирное соглашение. Это не сильно упрочнило, скажем так, наши связи враждебные. Но все равно у нас с ними, скажем так, отношение минус 191 с Афинами. Ну, стало чуть лучше. Но... Не намного. Не знаю, оттянет ли это их атаку на нас или нет. Ну, посмотрим. В принципе, делаем ход. Секунду. Здесь еще нужно было посмотреть, можем ли мы атаковать Одессу с этим ходом. Нет, только следующим. Только следующим. И это нужно будет делать на авторасчете, потому что... Держать их в осаде нельзя. Там будет зима. И мы будем погибать за просто так. Ну, Египет нам дал немного денег на развитие экономики. Хотя ситуация мне крайне-крайне не нравится. Мы не можем сокращать численность наших армий. Ибо война в самом разгаре со Спартой. Возможно, скоро будет еще и с Афинами. Нам нужны. Нам нужны сильные, сильные армии. Так. И, кстати, спартанцы-то от Некомедии пошли к Одессасу. Они собираются отковать. Лучше развернуться назад и встретить их у наших границ. Сейчас не растягивать. Наша армия. Иначе они просто будут вдвоем сминать по одному городу. План у них понять. Двумя армиями идти и все отбивать обратно. Но мы им не дадим осуществить это намерение. Я уже их раскусил. Скажу словами Наполеона. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить, значит, чужую. Поэтому будем содержать наши армии. Никуда мы их распускать не будем. Несмотря на то, что экономики это приносит чрезвычайно неприятные последствия. И вот зимой, смотрите, какой у нас стал доход великолепный. Минус 15. Минус 15 наш доход. Я просто охреневаю. Потому что сельское хозяйство, естественно, доходность упала. Это просто великолепно. Ну ничего не сделаешь, что ж поделать. Здесь будем сельское хозяйство развивать. Либо промышленность. В Аполлоне не все хорошо с общественным порядком, к сожалению. Тогда лучше, наверное, священную землю построить. Ибо здесь еще и окрестные города находятся под властью Афин. Мы никак не сможем с ним пока разобраться. С такой экономикой на них нападает самоубийство. Достраиваются у нас многие, в принципе, постройки. Достраиваются, но... 10 тысяч грекостадий. Ну не буду я сейчас пока ничего, естественно, больше строить. Потому что сами видите, какая ситуация напряженная. Минус 15 доход и 12 тысяч в казне. Это вообще печаль, беда. В общем, они будут атаковать, понятное дело, сейчас Малеву. Дальше им не пройти. Мы им переградили здесь проход. С армии Зигентуза они не пройдут. В Петродаву тоже не пройдут. Хотя, если вот здесь вот попытаются где-то лесами пройти, может быть, даже сумеют прорваться и к Ольвии. Но тут уж как повезет. Я не могу все полностью проходы отконтролировать. Здесь, кстати, общественный порядок возрастает. Многие строения скоро также будут возведены. Но с доходностью проблема. У нас весной, естественно, мы выйдем в плюс. Это очевидно. Армию, повторяюсь, сокращать я пока что не буду. Потом-то может привести к более негативным последствиям, чем сейчас даже имеется у нас. Серия будет сегодня тоже небольшая. Это уже вторая серия, которую я записываю на сегодня с небольшим перерывом. Сделал все свои дела. Подготовился к ночным полетам по городу, естественно. И борьбой с преступностью. Вот. И сейчас 30-40 минут на серию выделил. Завидую тем людям, которые находятся в депрессии. Обычно в депрессии находится человек, у которого очень много свободного времени. Вот. У меня свободного времени практически нет. Вообще. Канал и личные дела отнимают большую часть светового дня и большую часть ночи. А так сплю я довольно-таки мало. Такая вот особенность. Уже давнишняя. Даже этого времени мне не хватает все равно. Для того, чтобы осуществить все планы, которые я наметил. Пока что Афина не нападает, это радует. Но, повторяюсь, это из-за сиракузов. Скорее всего. Потому что, если бы не они, давно бы уже все было решено для них. Они не видят пока во мне какого-то серьезного противника для себя. А вот сиракузы для них очень опасно. Я, честно говоря, не понимаю, почему у меня такой низкий доход. Куча захваченных городов, куча развитых производств. В них общественный порядок, в принципе, практически везде уже восстановлен после захватов. И при этом у меня доход стал меньше, чем он был до захватов. Меньше, чем он был до захватов. При том, что армию я больше не нанимал. Экономика в игре в этой... Не знаю, просто удручает иногда. То есть ты строишь здание, в итоге получаешь потом более низкий доход. Налоговую ставку я увеличить не могу. С удовольствием бы я ее увеличил. Вот если бы даже до высокой поднять, то уже доход был бы 9200. Ну, а смотрите, налоги дают 27 тысяч. Численность рабов 161. 2500 торговля. Другое. И всего доходов. Тут еще, знаете, кстати, в чем я упустил момент? С Афинами мы разорвали торговые соглашения, а доход огромный шел именно от торговли с ними. То есть от торговли у нас доход резко упал. Вот из-за чего. Налаживать нужно торговые связи с другими государствами. Но попробую-ка их наладить. За счет налогов мы можем, конечно, выехать. Но если я сейчас подниму все на максимум, в большинстве провинций просто будет... Катурный Батхерт. Скажет, ты что творишь? Твою ж дивизию. Мы тебя сейчас... Хотя вот в большинстве тех, которые находятся под нашим контролем уже давно, общественный порядок не сильно падает. Даже с высокими налогами народ доволен. И тогда... Он становится недоволен в Британии. В Британии и в захваченных недавно провинциях общественный порядок резко упадет. Но мне нужны ресурсы, и поэтому я поднимаю налоги все-таки до высоких. Хотя бы несколько ходов их нужно подержать. Народ потерпит. А иначе мы уйдем в минусы. Будем банкротами. Какая тут война уже, когда нечем будет солдатам платить. Нужно заключать торговое соглашение. Блин, да. Сармезиген Тузи сразу же он резко падает. Общественный порядок. Школа гладиаторов. Вот на 12 увеличит, плюс доход усилит. Ну, здесь будет построен храм Минерва в скором времени. Он даст определенные здесь положительные эффекты. Может быть, мы выйдем в плюс с помощью этого. Может быть. Ну, давайте школу гладиаторов построим. В принципе, у нас доход сейчас несколько ходов продержится высокий. Что у нас здесь? Ну, в Ольве все равно он в плюсе. А вот в Пантикопей он тут далеко не плюсовой. А все потому, что вот эти ребята. Эти ребята меня достают на море. Будем сражаться. Что ж, надо их топить. В общем, предыдущая серия собиралась это делать. Ну и ждем спартанцев. В скором времени, я думаю, они не замедлят появиться. Нужно агентам от Галича, который у нас там остановился, прогуляться здесь по окрестностям и посмотреть, что где происходит. На спартанских землях. Мы, в принципе, можем и в Малеве нанять еще одного агента. Пускай это будет у нас... Давайте, пускай это будет с Аглидатой все-таки, раз мы разведывательной операцией занимаемся. Здесь доход от земледелия, рост заход. Так. Доход от производства, от торговли. Ну ладно, давайте-ка вот этого наймем. Вот эту вот девушку. Манлия Агриппа. Следующим ходом разведываем, если они сами к нам не придут. Но в ближайшее время, мне кажется, они нападут. Там же две армии не случайно сюда из некомедии пошли. Делаем ход. И третья армия подходит к Риму. Надеюсь, что... Вы посмотрите, кто нам объявил войну. Понт. Все мы вышли из хаоса. Туда вы вернетесь. Мы сожжем ваши города, чтобы ускорить дело. Вы посмотрите на эти наглые рожи. А Понт является союзником Афин. И, соответственно, это опять же создает для нас массу неприятностей. То есть сейчас ситуация с Афинами еще больше усугубится. И, кстати, не могут нам войну объявить прямо сейчас. Но, Афины, не делайте роковых ошибок в своей дипломатии и политике. Вы же не дураки, как Понт. Но... Нет, не объявили. Фу. Как отлегло. Блин, вот если бы сейчас еще и с ними воевать, это была бы катастрофа. Эпических масштабов. Мы могли бы много у них городов захватить, но их армии, которые подошли бы следом, нас сравняли бы с землей. Еще одна армия у Спарты идет. То есть у них, получается, три армии находятся где-то рядом с нашими городами. Да. Пока они заняли Одессас и сами ждут. То есть они тоже не идут в атаку. Как бы стравить бы Афина со Спартой. Это была бы тема. Тут надо подумать. Очень хорошо подумать. Относительно Понта, я не знаю. Пытаться их смять. У них там вроде городов-то немного. И покончить с ними одним ударом. Какое-то микроскопическое государство объявляет нам войну. Причем и с Сиракузом одновременно, и нам. Надеюсь, Сиракуза пошевелится, иначе у нас будут проблемы. Военную помощь я запрашивать против Спарты не хочу, иначе они захватят и города. И потом придется с ними сражаться рано или поздно. Баспур. Блин, скоро будет у нас восстание в Понтикопее. Но, может быть, это даже и к лучшему. Мы здесь и посражаемся с повстанцами, поднимем ранг нашей армии. И плюс ко всему, общественный порядок быстро улучшим. А может быть, мы сейчас разберемся с Роксоланами и... На этом все. Закончатся все бунты, все восстания. Сразимся, что ли, с ними? Я так понимаю, это уже у них флот. Потому что здесь, видите, небольшая численность отрядов на этих лодках. Ну, давайте проведем бой в реальном времени. Я делаю это для того, чтобы минимализировать потери среди своих войск. Ведь если сейчас на второсчете я буду проводить, так или иначе несколько лодок утонет полностью. А если мы будем в реальном времени сражаться, ну, скорее всего, обойдемся без потерь полного отряда. Нас больше по численности на каждой лодке, но у них больше этих лодок. С понтом попытаемся заключить опять же мир, но я думаю, что они его не примут, раз они сами объявили нам войну. По крайней мере, сейчас. И очень опасаюсь за Афины. Очень опасаюсь, потому что очередной союзник Афин объявляет нам войну напрямую. Это может подстегнуть афинские власти присоединиться к этой войне. Что ж, в принципе, погода нормальная. Начинаем разворот наших войск. Огромное количество лодок. В линию не знаю, влезут они или не влезут. Сейчас посмотрим. В принципе, влезают нормально. Поплыли. Пойдут они сами на нас или нет? Нет. Ну, значит, придется нам предпринять этот рывок, это движение. Движение к победе. Ну, шанс наш практически... А, нет, слушайте, они поплыли. Шанс наш практически максимальный на победу. Естественно, мы победим. Вопрос в том, какие потери у нас будут при этом. Давно они сражались. Если считать вторую серию, у нас одна экономика, либо бои авторасчетом. Но сражений в ближайшее время предстоит немало. С Понтом, с... С Партой, а возможно и с Афинами. Но если Афин на нас нападут, тогда придется военные помощи непосредственно у Сиракузов просить против конкретных городов. Одним нам уже здесь не справиться. Пока что все хорошо. Налоги я повысил. Соответственно, пустоход мы получим. Определен, общественный порядок упал. Большинство городов не критично. Сумеем, я думаю, продержать. Очень высокие налоги сделать пока не могу. В дальнейшем, может быть, и получится. Общественный порядок придется немного еще подлатать. Ну, встаем напротив них. Встаем напротив них. А потом уже будем конкретно распределять каждый отдельный корабль по... ...различным направлениям. Хотя, в принципе, можно уже начать прямо сейчас. Мы очень далеко, я не знаю, конечно, распределяться, чтобы не толкаться, не пихаться. Это у них командир, я так понимаю. Красивские лучники. Ребятами нужно кончать как можно быстрее. Сейчас у нас будут обстреливать с дистанции. Идем на него. Сразу начинаем пока что распределять наши корабли на атаку. Чтобы потом не было толканий, когда мы сблизимся максимально. Ну, остальные... Остальные пока просто заводим вот так вот, окружаем их, а дальше распределим. Так, вы, ребята, давайте атакуйте вот этих вот господ. Ну и смотрим. Сейчас будет разборка. Вот главное, чтобы они нас не сожгли. Чем тут проблема. Начинается штурм. Как раз вот этот вот самый опасный из кораблей. Стрелковая триера. Надо повязать. Все повязали. Они стреляли своими зажигательными стрелами и могли спалить запросто наш лодок. И одна лодка, кстати, уже горит. Пока она не сильно, скажем так, пенится. Вот здесь вот столпотворение гигантское. Горя, мне не нравятся вот эти вот толкучки. Сдаются они нам, естественно. Главное, чтобы еще наши многоуважаемые войска, когда перепрыгивают обратно, не утонули. Такие тоже происходят. Кстати, смотрите, мы штурмуем корабль, и тут же нас штурмуют сходу. И вот наши войска возвращаются, чтобы отбить. Так, кстати, конец атакует. Там тоже ведь немного. Сделали мы очередной корабль. Они сами нас берут на абордаж, смотрите. Ну и сами же сдаются, в принципе. Все нормально, все хорошо. Горит один из кораблей. А они сами на штурмуют. Видите, идут на штурм сами, прям в наглую, ничего не бояться. Регионеры странно себя ведут, смотрите. Их атакуют, а они празднуют вовсю. Уже победу. Рано ребята обрадовались. Еще не все кончено. Здесь, видите, тоже пробка небольшая образовалась. Но сейчас мы их абордажникам по-быстрому огорчим. Вот это прыжки совершают легионеры. Чемпионы мира по прыжкам в длину современные позавидуют. В доспехах, причем своих. Вот, в принципе, мы и победили. Добиваем. Я так понимаю, ни один из кораблей мы не потеряли, как я и рассчитывал. От Арксаланов, от целой армии отделались. Плюс закончились местные налеты. Это был довольно легкий штурм, естественно. Их легких галер, налетчиков. Все-таки у нас были претерианцы против, если факт, полукрестьян. Их было меньше, чем нас. Да, может, где-то и были военные корабли, но тарана не пошли. А на абордаж проиграли. По одному претерианцы перепрыгивают. Такие дикие прыжки совершают. Этот момент можно заснять для титульной картинки на видео. Ну что ж, в принципе, все. Никто из них, по сути, не ушел. Можно выходить из боя. Решительная победа. Теряли 228 человек, но, повторяюсь, ни одна лодка не была утоплена. В основном конница большие потери понесла, потому что... Они штурмовали абордажем один из кораблей. И в этот момент, когда возвращались, проштурмовали их. И не дали им залезть обратно на свой же корабль. Отсюда и большие потери. Роксоланы зря приняли бой, лучше бы отступили. Ну, смелые, храбрые варвары. Пали доблестной смертью. 228 у нас с потерей, у них 1286. Полководца у них звали... Абразеос. Ну, подняли опыт нашим войскам. Дополнительные дали. На халяву. Отступать над назад, я думаю, что не стоит. Роксоланов пока трогать. Еще неизвестно, что с понтом будет. И продвигаться там куда-то вглубь территории, пока мы здесь свою экономику не установили. Довольно опасно. Вообще опасно растягивать сейчас армии. По большому количеству городов. Нужно где-то сконцентрироваться и ждать. Если Афин нас атакует, по крайней мере, у нас будет шанс отбиться со стороны Рима и уже около их территории в Греции. Все, они наконец-то отошли. И здесь все равно минус 13. К сожалению, общественный порядок. Ну, нестабильность будет падать. Тарь Миневры может построить. Минервы. Но он не решит проблему. Восстание будет, скорее всего, все равно. Здесь уже вы ничего не изменишь. Восстание-то к восстанию. Сделаем ход. Ну что, Афины? Война? Или же все-таки пока еще есть? У вас хоть капля здравомыслия. У них просто есть уже враги. И потенциально еще одного приобретать. Точнее, даже двух Сиракузов и Рим для них сейчас не самый удачный вариант. По-моему, Понт вот как раз ни с кем не воюет. А вот Афина-то воюет с несколькими государствами. И если бы у них не было врагов, они бы, конечно, его нашли в нашем лице. Смотрю, Сиракуза уже продвигается по спартамским территориям на севере Африки. Это хорошо. Это вот очень своевременная помощь. Они отступают... А они отступают от Одессы. Еще одна доблестная смерть. Следование завершено. Улучшенный водопровод. С экскрементами города пора разобраться. Ну, для тех, кто не понял, экскременты это какашки по-русски. Насаждение культуры плюс два. Но тут насаждать мне особо ничего не требуется. Боевой дух всех отрядов врага минус пять процентов. Рывение плюс один. Давайте-ка наймем марка Мамилия Селана. Нужно прогуляться здесь по землям. Спарты. И все-таки посмотрите, где у них войска находятся. Может быть, мы сможем проотковать ближайшие города. Хотя я не хотел бы, повторяюсь, пока продвигаться дальше. Вот, десять тысяч доход становится сейчас. Десять тысяч шестьсот четыре. Это хорошо. Потому что многие здания, опять же, достроились. Ну и... Только проблема в том, что следующим ходом опять будет зима. И доходится-то упадет. За счет сельского хозяйства. И мы можем сейчас очень многие, опять, постройки возвести. Зернохранилище. Городок. Увеличиваем запас пищи. Кстати, у нас количество батонов резко сократилось. Заметь, стало 43 всего лишь. А было под сотню. И даже одно время больше сотни. Нужно этим делом озаботиться. Заранее. Ну, много зданий просто строится, которые потребляют именно пищу. Пока особо крупные какие-то постройки возводить не буду. Все-таки определенный запас должен быть. Что у нас с понтом? Сейчас посмотрим. Все архитектуры. Доход от производства плюс семь. Все регионы. Но для этого нам еще необходимо будет поставить диоптер и краны. Ну, экономические технологии уже все практически исследованы. Военные пока исследовать не буду. Соответственно, будем исследовать диоптер. Стоимость строительства во всех провинциях минус 10%. Длительность строительства минус 1%. Кому интересна информация, читайте. Останавливайте в этот момент видео. Начинаем производство исследований, точнее, диоптера. Дешевые, конечно, здания можно возвести. Рассивные каналы. Это здание не очень дешевое. Сельская колония. Общественная баня. Пока что тут не до жира. Хотя доход возрастет. Ладно, пока со строительством повременим. Следующим ходом зима. И доход упадет. И нужно что-то все-таки с понтом решить. Нападать на них или мир с ними заключать. Я просто сейчас не хочу им предлагать. Ну, это бессмысленно. Несколько ходов назад они объявили нам войну. Сами. И без выплат там денежных с нашей стороны они не будут заключать мир. Да он нам по сути не нужен. Меня волнует не Понт, меня волнует Афины. Как бы разорвать между ними союз бы. А Афины нас слушать не будут. У нас уже отрицательные отношения. Значительно. Нафига им слушать тех, кто им неприятен. Но не нападают. Влияние Сиракуз, я думаю, подавляет у них все желания это сделать. Ну и большое количество армий все-таки на границе с ними. Здравомыслия им немного, но прибавляет. Спарта пока разбирается в Африке. На Ближнем Востоке. Но не хватит у них сил. Мирный договор предлагает Роксолана, смотрите-ка. Ну давайте примем то, что они нам предлагают и деньги. По крайней мере не будут гадить в наши границы. Спокойно разберемся с спартанцами. Мне лишнее пока враги не нужны растягивать армию на все направления нерационально. Сейчас концентрируемся тогда на спартанцах и раздавим их до некомедии. Но это будет в течение, опять же, нескольких ходов, как только мы максимально восстановим общественный порядок и доходность нашу. Но доход с высокими налогами, в принципе, неплохой. 7800 даже зимой. Опять полководцев погибают, где-то помирают. Это плохо. Слишком быстро идет время в этой игре. Нужно было по месяцам, как и в Сегуне, это дело балансировать. Тогда бы они дольше проживали. И все их навыки, которые вы прокачиваете, бесследно бы не исчезали просто так. Разрешить усыновление, запретить. Блин. Вот не хочу я избавляться от полководцев, но и 3000 я тратить тоже не хочу. Ладно, хрен с ним, пускай усыновляют. Коррупция минус 1, насаждение культуры плюс 2. Авторитет, боевой дух охраны. Ну давайте. Вот этого товарища гней в Испании Либон. И тебя. Как тебя звать? Спурии? Карпений Лицин. Денег у нас в принципе сейчас достаточно на апгрейды. Эмпория, пища минус 8. Вот очень много строится строений, которые отнимают еду. Так, колония с гарнизоном, пища еще минус 1. Зато он доход значительно увеличивает этот эмпорий, давайте. Поставим. С дипломатией надо разобраться все-таки с Арксаланами. У нас, естественно, никакой торговли, скорее всего, не будет. Может быть, протектором предложить им стать. Нет, шанс низкий. Не хотят они терять свой суверенитет, независимость. Понт. У них всего одна провинция. Какой-то, этот, как он называется, слабый понт. Понтуется перед нами, я не знаю. Слабейшее, можно сказать, государство. Посмотрите. Сил практически нет. Одна провинция. И напал собака на нас. Эмпория. Ну, я даже не знаю. Предложите мир. О, и шанс высокий, посмотрите. Они передумали. Они передумали, но вот у искусственного интеллекта иногда здесь затмения такие наступают. Протектором не хотят становиться. Торговые соглашения также не хотят. А если судить выплаты, казна сильная. Ну, две тысячи, может быть, четыре. Шанс низкий. Значит, у них не хватает денег, скорее всего. А если две? Умеренный. Отвергли. Но, в принципе, в любом случае, мне с ними мир надо заключать. Если они принимают его, потому что, ну, это, скажем так... С Афинами немного улучшает отношения. Да, минус 132. Не такой уж он и большой. Было и значительно хуже. Ну, зато с Сиракузами, смотрите, какие великолепные отношения. 242. Очень дружественные. В парте вообще минус 700. 366 враждебные. Просто пипец. Печально, печально. Никто не хочет с нами торговать. К сожалению. С Афинами, с Понтом заключать с Египтом. Ну, Египет вроде бы не принимал у нас торговое соглашение. Да, шанс низкий. Придется своим силами обходиться в торговле внутренней и с Сиракузами. Каким-то образом все это дело разрешать, разруливать. Эмпории. Мне не нравится. Строится огромное количество зданий, которые у нас сожрет огромное количество еды в итоге. Школу гладиаторов. Давайте здесь построим. Или же храм Юпитера. Он даст доход от всех источников плюс 8%. Это рациональней сделать его разумней. Еще пройдем дальше. Посмотрим, что здесь происходит у нас у... Афин. Ну, Афин, кстати, армии здесь тоже не так уж и много. У спартанцев какая-то армия одна формируется, но... Когда она сформируется, неизвестно. Здесь мы все просвечиваем, нигде их нет. Но я видел, что вернулась только одна армия, насколько я помню. А прошло их то ли две, то ли три. Выходить из города мы не можем. Это очевидно. Делаем ход. Но делаем после улучшения наших персонажей. Так, агент. И еще один. Воитель. Идеал. Давайте сделаем еще пару ходов. Да будем закругляться. Снова дела зовут. Снова зовут меня на подвиги. Надо открыть окно и уже готовиться к сбросу. К полету. К ночному. Кстати, по поводу Бэтмена. Меня спрашивали, буду ли я проходить его. Естественно, буду. Это мой любимый, можно сказать, герой из комиксов. Почему любимый? Скажу, когда начну прохождение. Соответственно, будет прохождение Исеговского Бэтмена. Совместно с Григором, наверное, мы пройдем игру. Он за Робина будет, а за Бэтмена играть. Ну и, естественно, будет прохождение Бэтмена современного на ПК. Псих-больница Аркхема, Аркхем Сити, Ориджин, а потом и Аркхем Кнайт, который выйдет. Ну, для Аркхем Кнайт мне, наверное, потребуется более мощная видеокарта. Ну, со сменой монитора я так или иначе 970-ю возьму. И там сыграем на максимальных настройках, естественно, с разрешением Full HD. Так, новая фракция, Кнос. Какая-то опять мелкая. Не особо меня она волнует. Доход 9300. Снова что-то у нас с доходами какие-то нелады. Никак он не хочет восстанавливаться в Пантикопее. Все-таки революции, восстания не будет. Это хорошо. Храм Минерва здесь построим. Экономику надо восстанавливать. Восстанавливать как можно быстрее. Нажал на ту кнопку и случайно выпал из города. Но это катастрофических последствий не будет нестись. Общественный порядок все равно плюс 2, динамика. Вот что значит отвлекся. Подумал об одном, нажал на другую. Сельскую колонию здесь, в принципе, можем подстроить. Потому что есть здесь и растительные каналы, и доход суммарный возрастет. Здесь еще нужно понимать, что вы строите, и что вы улучшаете. Блин, еще, кстати, пища у нас отъест пока. Ну давайте, ладно, строим. Проверим, что с общественным порядком по провинциям. Всем. Вакынки вот мне не нравится. Видите, минус 5. Он обособленно находится ото всех остальных. И поэтому... Здесь без... Метрополии. Если порядок высокий, не будет. Ну вот мы строим храм Юпитера. Плюс 6 он даст общественный порядок. После его строительства, возможно, он в ноль хотя бы войдет. В Истре тоже не все хорошо. Минус 3. Но налоги я снижать пока не буду, естественно. Во всех остальных вроде бы все нормально. Здесь все в плюсе. Как там у нас дела в Британии. В Британии минус 1. Но это не критично. В скором времени все установится. Тем более у нас есть резерв. Мы можем поставить здесь стадион. Который улучшит общественный порядок на... 6 единиц. Практически полностью весь доход... Всю казну потратили. Но это был необходимый такой момент. Здесь плюс 1. В Испании. Плюс 2. 6. Все хорошо. Ну, в Риме я там уверен, что все нормально. С общественным порядком. Можно даже не смотреть. Вынужденная, конечно, мера поднятия налогов. Население недовольно. Поставьте себя на их место. Повысятся у нас налоги. Кому захочется их платить. Ну, а военное время государству нужны деньги. Война дело дорогое. Афина по-прежнему войну не объявляет. Я уже как-то и расслабился. Даже и не жду. Кстати, у них у Одессы бегают армии туда-сюда. Вот у Анфеи обратно пришли. То есть они города так просто сдавать не будут. Как только установим общественный порядок, нужно будет продвигаться. Нужно будет продвигаться сразу всеми армиями на юг и пытаться их раздавить. Потому что по одной подведите, ну, это довольно опасно. Могут и подловить. Допустим, одну армию поймать двумя и не дать отступить. И разобьют ведь. Это спартанцы, это не варвары. Войска их эквиваленты наши. Но смотрите, как погибает волководство. Один за другим, один за другим. У меня скоро уже нанимать просто некого будет. Гни-ди-ди-рул. Еще одного нужно. Покуви-умбри-крас. За один ход сразу двое. А за три хода четверо. Нормально. Какие-то подлагивания вот в этом вот регионе я заметил. Не знаю почему, фпс вообще не меняется. Вот сейчас вот 27 я веду над территорией. Просто очень плотно городар расположен. По всей видимости какая-то, какой-то баг с оптимизацией. То есть фпс не меняется, он 27, но при этом какие-то фризы. То есть картинка дюргается. Возвращаемся, кстати, в Ольве, в нашу уплывшую армию мореплавателей. Честный порядок здесь возрастает значительно. 10 тысяч снова становится доход, но он должен расти, потому что все-таки, извините меня, мы развиваем производство нещадно. И падают, падают, падают у нас запасы по батонам. Везде, где мы можем строить аграрные здания, надо заняться этим делом. Форум Пискарио. Минус 8 общественный порядок. Сразу он до нуля здесь может упасть. Но... Дело нужное. Дело нужное. Школу гладиаторов сразу сходу строим. Минус 4 пища, зато плюс 12 общественный порядок в Аллале и в Коралисе. Общественный порядок возрастет. Вот эти армии, которые здесь стоят, я думаю... В районе Рима не дают расслабиться Афинам. Они смотрят там со своих территорий, с Дельмицей, с Эпидамией и думают, а нахрена нам сюда лезть? Ведь нас тут чпоки-чпоки. К тому же они видят нашу армию здесь, рядом с их городами. И пока что довольно мирно себя ведут. Пока не хотят они чпоки-чпоки с нами. Чмоки-чмоки. Ладно, давайте делаем последний ход. В этом видео мы уже провели бой. В принципе, экономикой я тоже позанимался и решил многие вопросы. Ну, в основном повышением налогов, так как у нас пропала торговля с Афинами. Из-за этого возникла масса иных проблем. С нехваткой денег сразу потеряли мы тысячи две, наверное, три. Может быть, даже чуть больше. Отторговались с ними. Ну и... Они, кстати, зря это сделали. Может быть, торговое соглашение-то нужно было сохранить. У нас сейчас общая граница единая, довольно большая. И товарооборот был бы приличный. Но как бы то ни было, потеряли мы этот доход и за счет налогов компенсировали даже больше, чем у нас было. Но это было довольно опасно. Вот это поднятие налогов чревато бунтами по всей стране. Нужно очень внимательно следить за ситуацией. Если где-то в глубинке начнутся бунты, а вся армия у нас на передовой, на границе, вообще на другой, можно сказать, стороне карты, подавлять будет нечем. Мы потеряем кучу городов. И поломается экономика абсолютно, и можно так и проиграть. Последний ход. Сейчас сделаем последние шаги по улучшению экономического развития. И вперед. И еще один полковойец у нас отбросил к концу. Посмотрите. Ну это вообще бред. Каждый ход по одному жмулику. Нет, они неправильно сделали. Я повторяю, здесь нужно было сделать периоды тоже по месяцам. Ведь ничего им не стоило сделать ту же весну несколько ходов, тоже лето несколько ходов. Либо вообще понедельник сделать. И тогда бы они выживали, их навыки были бы действительно полезны, и развивать их перки было бы интересно. А так ты развиваешь и развиваешь персонажа. Он раз и через там 10 ходов умер. Все. И ты не ощущаешь какую-то полезность от этих перков вообще. Можем развивать в принципе Брундизи. Здесь тоже много чего можно построить. Кстати, вот форум Пидинис. Общественный порядок здорово просядет. Но в Брундизи запас 32 в общественном порядке. Поэтому это не критично. Строим. А помните, для тех, кто смотрит кампанию с самого начала, Кассенсия и Брундизи в самом начале кампании были одними из самых бунтарских провинций наших. Сейчас все изменилось. Так, здесь надо построить храм Нептуна. Я думаю. Доход морской торговли плюс 10. Ну да, так как у нас здесь эмпория построена, поэтому храм Нептуна. Сначала алтарь. Потом уже и храм. Доход морской торговли плюс 10%. Здесь хорем строим. Отрицательных эффектов нет, а пища нам даст. Патоны нам лишние не помешают. И городок. Блин, а вот эту пищу уменьшит, но зато даст больший доход. Доход у нас возрастает. 11 458. С таким доходом уже можно нормально развиваться и воевать. Налоги я снижать не буду. Благо, общественный порядок вроде бы сохраняется весьма неплохим. На всех провинциях все деньги я потратил. Поэтому больше мы в этой серии уже ничего не успеем сделать. Это 100%. Следующий будем продвигаться дальше на юг, на Спарту. Спарта себя миролюбиво ведет, но ведет на себя миролюбиво по одной простой причине. У них серьезные проблемы с массагетами, с сиракузами в Африке, ну и с нами на севере. То есть дело в том, что мы сразу отжали кучу них городов. Экономика у них так или иначе поломалась. Количество армий-то осталось, в принципе, таким же, какое и было. Теперь они занимаются переформированием активно, дабы нигде не вспыхнули восстания. Видите, у них уже во многих городах общественный порядок уходит в минус. Да и армии тоже будут разваливаться, потому что их не на что будет содержать со временем. Хотя у них по-прежнему довольно много еще городов осталось. И есть на что их содержать и воевать. Думаю, экономика подорвана, но не окончательно. Плюс им приходится оттягивать силы на север Африке, дабы разбираться с сиракузами. Иначе они их там просто раскатают и разомнут. Ну и часть им приходится оставлять здесь же на севере у нас, своих владений на севере, чтобы контролировать наше продвижение. В общем, спартанцам не позавидуешь. Они растянуты, разорваны и в скором времени будут, я думаю, уничтожены. Главное, чтобы нам Афины не объявили войну. Иначе эта война подточит наши силы окончательно. Только сейчас вроде бы начинает налаживаться экономика. И в скором времени за 15 тысяч мы перешагнем, потом и за 20, наймем еще две армии и более мощно пойдем уже наступать на спартанцев. Как только с ними разберемся, добьем мелкие племена, все оставшиеся. Дожмем Египет и потом окружив Афин со всех сторон, если они раньше нам сами войну не объявят, с сиракузами разомнем. Ну и потом будет финальная разборка уже с сиракузами. Такой вот план. На сегодня все. Если серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и оставляйте под видео свои комментарии. Ну а с вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока.